Друзья, всем большой привет! С вами Геленджик Лаев, Виктория и Михаил. Мы находимся возле лод Солнечной, двигая с обеих стороной грудной волны. Покажем вам эту территорию, что есть новенького и красивого. Увидите сейчас. А красиво только слева. Справа идет реконструкция. Справа, да, делают канализацию, а здесь благоустраивают, готовят к новому сезону. Заметьте, какого цвета сейчас море. Чистое прозрачное небо, почти без облаков. И море такого голубого, насыщенного оттенка. Эту часть набережной благоустроили несколько лет назад. Сделали такую красивую пешеходную зону в виде разбитых, разбили здесь садик, много посадили растений. Смотрится это все очень красиво. Высадили газонную травку. Место живописное, хорошее. Вот видите, здесь вот такой закрытый пирс. Здесь закрытый пляж, причал. И, возможно, вот в это здание, на чью-то огороженную территорию, ведет выход. Ну, тем не менее, к благоустраде подойти нельзя. Мы туда и не стремимся. Мы гуляем по прекрасной зеленой зоне под сенью Пицунской сосны и смотрим на море. Двигаемся дальше. Сейчас мы уже будем входить на территорию, которая ассоциируется у меня именно с аквапарком Золотая бухта. А вот он впереди находится. Аквапарк классный. В прошлом году мы провели там отлично целый день. Я бы сказала, знаете, так вот раз в год оплатить себе такое развлечение. Думаю, что можно. Да, потому что, да, цена здесь 2000, но, с другой стороны, ты действительно проведешь время с какой-то пользой для здоровья в плане эмоционального составляющего. Ну и, конечно, побегаешь по лесенкам, тоже, знаете, такая своеобразная физкультурка. Вот, смотрите, здесь тоже у нас копают по набережной. Реконструкция все-таки происходит. Но не переживайте, к курортному сезону все это уже закончат. Вот вы можете видеть, что уже привезли плитку для того, чтобы закопать то, что выкапывали. И в скором времени все здесь заложат. Ну, здесь еще видишь, что от спецтехники остались следы. То есть, где-то плитка промялась под весом. Машина там по 10 тонн весит. Так что... Огруженная, да, и больше. А то и больше, да. Эта часть набережной мне нравится. Чаще всего, если честно, положа руку на сердце, я предпочитаю гулять вот в эту сторону. Потому что здесь поменьше людей, поменьше музыки. И побольше шума моря. Да. Здесь чисто, знаете, зона для релаксации. Ну, кстати, вон там чуть подальше будет очень много детских возрастов, которые будут стремительно спускаться с горки, с криками. Так что не без этого. Сейчас тишина. Да, вот здесь вот уже покажу вам, где начинается аквапарк. Виднеется горка Торнадо. Ну, было в прошлом году классно. Единственный минус. В аквапарке были старые эти рафты. Просто уже заклеены, перезаклеены. Там их подкачивали. Я считаю, что за такую сумму можно уже каждый сезон новые рафты закупать. Не так уж это и много денег выйдет, но, по крайней мере, будут приятные впечатления. У меня сложилось впечатление такое, что как будто бы они вот, типа, ну, допиваем последний год, дальше, типа, новые закупим. Вот такое ощущение. Хотя вот уже сколько времени прошло, и многие в отзывах жалуются, что, ну, фактически это как бы у них... Они как будто бы вложились один раз, и вот пока вообще там жестких отзывов не будет поступать руководству, вот они, типа, не будут ничего менять. Ну, если честно, я скажу, что да, что все-таки хорошо накачанный, не заклеенный рафт – это безопасность на аттракционы. И я считаю, что их нужно менять. Очень жаль, что в прошлом году вот они не поменяли. Ну, их еще видишь, что их еще ограничили же по количеству. То есть ты вот фактически-то большое количество времени просто ищешь рафт для того, чтобы прокатиться. Людей много и не хватает. А я раньше помню, что было вообще их в избытке. Их много, да, было, что там, пожалуйста, всегда валялись, можно было в любое время взять. То есть не всегда бывает возможным, допустим, там, два взять, ну, то есть двойной, хочется и одному покататься. А вот один единичный рафт, который на одного человека, вот это прям вообще дефицит. Его вообще никак не найдешь. Только в конце где-то. Ну, короче, и все его нет. Ну, я надеюсь, что руководство, может, возьмет на заметку и как-то поменяет. По крайней мере, рафты новые закупят, чтобы людям было комфортно кататься. Скажут, это бизнес ничего личного. Ну, да. Ну, знаешь, бизнес ничего личного, но мне кажется, тогда нужно отзывы людям оставлять о том, что плохие рафты, плохо оборудованы. Ну, да. Ну, что, двигаемся дальше. Здесь вот прям вот такие ямы, вообще ужас. Вот это тоже такое на велосипеде поехать. Неудобно кататься сейчас на велосипеде, все. Нет, я же предлагаю не на роликах кататься. На роликах действительно неудобно. А на велосипеде, в принципе, можно проехать без проблем. Ну, сейчас не хочется людей, видишь, как бы мешать, потому что все-таки узкая зона, где проехать можно. Нужно разъезжаться с людьми, с детьми, поэтому мы как-то стараемся на велосипедах сейчас не кататься. Ну, я здесь не буду в этом месте. Да. Лавочки и мусорные баки. Не баки, как это называется? Мусорки просто. Лавочки и мусорки на этой территории бережно обошли лентой. Как ее? Сфетч? Сфетч, пиле. Да. Смотри, как повалило штормом. Да, вообще жесть. Вот такой был. О! Мы уже почти с вами дошли до санатория Русь и до территории бывшего пляжа Голубой Волны. Голубой Волны – это одноименный санаторий, здесь находился несколько лет назад. Да, или Алроса. Несколько лет назад его выкупили, поставили глухой забор. Там производится какая-то стройка, какая, мы даже не в курсе, то есть не видим. Интересно будет посмотреть, что там потом сделать. Но я помню, что когда территория была, санатория Голубая Волна открыта, мы там часто гуляли, там жили павлины. Там были красивые старые скверики с прям такими высокими старыми деревьями, платаны. Много было высажено каких-то уникальных растений. Что там сейчас делается, к сожалению, увидеть невозможно. А здесь уже виднеется стройка, стройка нового винного комплекса. Ух ты, смотри, как тут вздыбилась, поромялась набережная. Тут вообще ее полностью переделывать надо. Конечно. Да, здесь так. Все, вообще волнами пошла. Такое инженерно-дизайнерское решение, чтобы набережная продолжала как будто бы волной. Волной моря, да? Типа море напоминает. Я хочу вернуть. Это так специально очень сложно сделать. Да, да, да. Машинкой продавили. Тут потом нагонят репортеров, которые сотрудничают с администрацией. Они будут снимать, показывать, как у нас уникальная часть набережной здесь. Нет, будут ровные участки снимать, да? Вот здесь заканчивается территория аквапарка. Аквапарк граничит с территорией санатория Русь. Здесь проход к ним есть. Вот. Виднеется. Можно пройти. Нифига себе у них планы. Мой знакомый сказал, до конца мая у них план полностью снять всю плитку и полностью все сделать, чтобы было идеально. Круто. А территория, заметь какая. Аккуратно, в сезону все будет готово, ребят. Так что можете сильно не переживать. Ну и смотрите, винный комплекс строится уже. Прямо такое здание тут виднеется, которое отлили из бетона. Мощное. Вот проход в санаторий Русь. Его не фиг найдешь. Раньше мы уже в бассейн ходили. Да, вот раньше он здесь был. Я так поняла, что сейчас, по-моему, закрыто. И будочку туда перенесли. Так что вот. Ну мы сейчас спустимся с набережной. Не хочется идти по этому неудобному пока на данный период времени покрытию. Мы спустимся к морю, пойдем по камушкам, посмотрим на море поближе. Пляжи, разумеется, еще пока у нас не готовы. Ну, сами понимаете, смысл их сейчас готовить нет, потому что еще не курортный сезон. Я туда не пойду. Я пойду вдоль берега. Хочу на водичку посмотреть. Как тут камнями, да, все накидала просто. Неудобно. Опять же, целесообразность вот этой постройки здесь я не вижу. Ну, тебя именно поэтому никто и не спрашивал. Ну да, меня поэтому никто и не спрашивал. Так что ты не расстраивайся. Доплывали с Мишей мы сюда на сабах. Ловим здесь рапанчиков. Потом делаем из них салатик. Да, пляж вообще, раз это, раскидала штормом. Потрепала. Потрепала, потрепала. Когда-то пляж Голубой волны был нашим любимым пляжем. Мы сюда приезжали каждый день на маршрутке, ходили пешком с родителями, купались только здесь. А сам пляж по себе интересен тем, что береговая линия галечная, но там, когда вы заходите в воду, песочек. Очень меленький. Мелкий-мелкий песочек. Шикарно, но не все, дети любили очень. То есть мы здесь всегда купались. А потом, когда построили марину, марина стоит недалеко от гидробазы, практически там на тонком мысе. И здесь стало немножко грязнее. Там окно в Европу и убили. Да, там наклониться еще надо будет так низко-низко. Для гномиков. Уж делали дырочку бы, делали бы выше. Я не пойду на что-то. Да нет, там дует ветер. Посидеть можно даже здесь. Но здесь шумно, может мы где-то в другом месте найдем себе местечко, где можно бросить наши косточки. Итак, заход в море. Классный пляжик, ровный. Любим сюда тоже иногда приезжать. Как-то был год, когда мы с Мишей каждое утро часов в семь стартовали на велосипедах и ехали либо в сторону тонкого мыса, либо в сторону толстого мыса. Мы выбирали для себя пляж, который нам больше нравится на данный период времени и купались. И катались мы так практически все летом. В прошлом году мы немножко по-другому делали. Мы также рано вставали, брали с собой сапы и плыли нам просто плавать. А в позапрошлом году мы ходили практически каждое утро купаться на пляж Красной Талки, ближайший пляж к нашему мужику, пляж Кавказ. И иногда доходили до Солнечного берега, тоже наш любимый пляж. Вообще в нашем районе многие думают, что, например, Азимут находится высоко в горку подниматься. На самом деле это не так. Замеряли по шагам от нашего дома до моря 650 метров получается. Такое же расстояние, как от Крымской, например, от ЖК Черноморской до моря. Такое же расстояние. И что горка есть и в Черноморском горка есть, и в нашем доме тоже гора есть. И она практически одинаковый угол. То есть там ничуть она не меньше. Да, даже если вы сейчас подниматься будете здесь, здесь тоже горка есть. По сути, Геленджик находится везде в таком месте, что есть небольшая гора. Даже если вы пойдете в сторону, например, по улице Островского от моря, в сторону какого-нибудь ЖК Жуковский, и там тоже гора есть. Горки есть везде. Ну, мы достаточно быстро к этой горе привыкли, и мы ее через время уже вообще перстали замечать. Ну да, мы практически ее не чувствуем. А что там такое за сход? Люди стоят. А не, давай обойдем. Пройдем, мы с вами сейчас пойдем до конца Геленджикской набережной, до района Гидробазы. Гидробаза, такой интересный район. Например, самолет-амфибия для тушения пожаров именно с этой гидробазы спускалась на воду. Может быть, субботник это ведь? Может, и субботник. Это уже суббота. Может быть, может, субботник. Ну, они ни жунигаблей, ни мешков, ничего. И люди больно нарядно одеты для субботника. Может быть, они делают салфи субботник? Может, общественник какой-нибудь, сходник какой-нибудь? Мы здесь, мы тут субботник организовали. Ходки, вот. Вот территория бывшего санатория Голубая волна, Алросы. Здесь, да, здесь шикарный был сад. Я даже называл ботаническим садом, потому что там столько разных растений, деревьев. Причем лет уже так порядочно. Там какой-то праздник. Ладно, двигаемся дальше. Вон, смотрите, чайки на воде сидят. Разговаривают. А чайки сюда прилетают. Это вот мелкие чайки. Они прилетают в Геленджикскую бухту на зимовку. А местные чайки такие большие, которые здесь живут. Алло, Белжика в тумане, большой привет. А у вас там что-то на толстом мысе прям вообще там туман-туман. Маяка не видно. Нет? Маяка. Вот прям сейчас я, да, с головой волны смотрю, а у вас туман-туман еще прям. Че? Да, чайки, дем. Мой на туман. Ага. 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 Интересно, мы прошли 8 тысяч шагов. Это по расстоянию 5,5 километров от нашего дома. Шли не торопясь. Заходили в магазин. Так, отдыхали. И вот дошли, чтобы посмотреть на прекрасный город Геленджик с этого классного ракурса. Вот мы дошли до района Гидробазы. Здесь вообще ветра нет. Тишина. Красота. Михаил. Именно в это место мы приплывали на Сапе. От нашего дома, от улицы Красивой до района Гидробазы. Прогулка занимала у нас приблизительно час пятнадцать. Это мы никуда не торопились. Шли медленно, наслаждаясь прекрасными видами Геленджика и Геленджикской бухты. Ну, а с вами, как всегда, была Виктория. Михаил где-то там снимает видео для вас. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И подписывайтесь на наш Яндекс Дзен. Всем пока. Привет из Геленджика.